здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры сегодня по вашим заявкам запишу разбор дебюта обратный кол и покажу несколько ловушечных вариантов за белых дебют обратный кол обычно возникает после ходов ж4 fe5 ну и допустим cb4 может с перестановкой ходов и черные ставят так называемый кол в данном случае он уже тут обратный но здесь можно играть b5 допустим черные gf6 просто развивают свой сильный фланг белые также развивают свой сильный левый фланг bc3 hg7 cb4 и вот в этой позиции уже проигрывает как ни странно вроде бы безобидный ход fe5 это все уже ноль запомните мы выигрываем таким образом играем fg3 ну и в позиции у черных есть несколько ходов здесь еще одну допустим bc5 тогда играем еф2 ну и здесь рассмотрим значит ходы еф6 cd4 ab6 и cb6 все они проигрывают ну естественно g6 нельзя играть из-за простого hg5 и черные остаются без шашки давайте рассмотрим ход еф6 тогда белые начинают атаковать левый фланг черных и черные здесь проигрывают то есть приходится закрываться мы бьем черные нападают шашку надо отыгрывать подтягиваем снова шашку еф2 и снова нападаем f3 черные также подтягивают свои шашку f8 на 6 ну и вроде бы кажется равная позиция но на самом деле здесь уже ученых проигрыш то есть белая игра de3 только этот ход ведет к выигрышу остальное ничья здесь видите белые грозят связать фланг черных после хода еф4 поэтому у черных единственный ход едой 4 и до едой 4 тогда играем еф4 с угрозой f5 и снова у черных единственный ход f5 здесь играем ab2 то есть после fg5 еще были какие-то шансы там смотрите после fg5 есть еще какие-то вот такие вариантики ну и тут у белых возможны проблемы в эншпиле то есть можно и не выиграть а вот после хода ab2 здесь никаких проблем нет то есть на еф6 мы уже просто нападем fg5 и выиграем ходов нет если ab6 черные играют тогда играем fg5 смело ну если черные здесь играют допустим de3 тогда проводим комбинацию играем gf6 ну на g5 бить нельзя черные останутся без двух шашек приходится бить на g7 белая игра gf4 попадают дамки и обрезают черных по большой дороге с легким выигрышем если же черные в этой позиции допустим играли бы b7 здесь просто меняемся вперед gf4 ну и черным можно смело сдаваться шансов на них нет так рассмотрели первый ход еф6 он проигрывает также значит второй ход cd4 тогда здесь надо сделать точный ход ab2 мы выжидаем нам надо заставить сделать черных невыгодный ход ну и тут есть два варианта после g6 мы выигрываем шашку нападением hg5 ну и приходится черным жертвовать шашку то есть fe3 и они пытаются ее отыграть fg7 здесь белые также проводят несложную комбинацию отдаем одну шашку затем еще две прорываемся в дамки черные вроде бы также прорываются в дамки но белые эту дамку тут же ловят то есть они играют bc5 меняются назад и дамка поймана черным остается только сдаться рассмотрели ход g6 если черные в этой позиции меняться dc5 тогда здесь выигрыш тоже несложный меняемся вперед выигрываем шашку ну и нападение g6 еще раз меняемся вперед это единственный выигрыш ну и тут постепенно за счет лишней шашки белые побеждают тут уже как говорится сами должны разобраться лишней шашкой шаши обязан побеждать если позиция примерно равная а тут таки есть так третий ход значит ab6 после этого хода также делаем выжидательный ход ab2 не нападаем пока снова заставляем черных сделать еще один выгодный ход допустим b7 тогда здесь играем bc3 то есть мы грозим разменяться назад d3 ну и за счет связки вот этой вот черные здесь проигрывают поэтому черным приходится выходить центр cd4 тогда закрываемся cb2 с угрозой bc5 приходится играть черным самим bc5 здесь белые выигрывают шашку fe3 и бьем вперед шашку надо отыгрывать и черные играют g6 лучшего нет тогда проводим снова небольшую комбинацию играем gf6 черным приходится бить на g7 ну и белые играют hg5 подрывают пункт d6 прорываются в дамки и празднуют победу последний ход в этой позиции значит после f2 вот cb6 тогда белые бьют шашку черных произошел размен и здесь белые проводят комбинацию то есть они сперва нападают b5 приходится закрываться bc7 ну и тут несложная комбинация то есть за счет ослабленности пункта h8 и d8 видите кроме того тут решетчатость есть у черных проводим такую комбинацию играем a b4 затем cb2 здесь можно куда угодно побить ну допустим наш 8 ну и тут два варианта если черные отходят тогда еще одну дамку белые получают а если черные допустим меняются просто уводим дамку на b1 затем грозим отъесть шашку f4 и здесь белые также постепенно выигрывают тут проблем нет так разобрали ход fe5 отмечу красненьким он уже проигрывает также в этой позиции пассивно играть bc5 вот сегодня мы с вами разберем вот эти два варианта тогда белые уже нападают fe3 то есть после fg3 видите черные же не обязаны играть fe5 этот ход уже проигрывает потому что мы сыграем ef2 и снова получается эта позиция а черные здесь могут разменяться a b6 ну и получить примерно равную позицию здесь у черных даже получше позиция в принципе можно так если с новичком играете можно и так попробовать его запутать но после bc5 все таки перспективнее играть и fe3 тут тоже есть большие шансы на выигрыш против любителей смотрите допустим черные меняются g6 мы играем ef2 если черные меняются еще раз fg5 мы тогда играем ab2 ну и на ход fg7 ставим ловушку играем bc3 то есть видите грозит комбинация сыграем hg3 cd4 и затем попадем в дамки с выигрышем поэтому черным приходится закрываться g6 тогда мы играем fe3 ну и здесь размен h4 очень плохой допустим побили назад возникает после хода d e3 известная позиция которую полезно запомнить она возникает из многих дебютов поэтому ее важно знать здесь есть три хода правильно здесь играть fg5 а вот ходы fe5 и hg5 напрашивающиеся они проигрывают после hg5 выигрыш не сложный белые играют hg3 то есть они грозят полностью связать позицию черных после хода gh4 поэтому приходится играть fe5 лучшего у черных нет тогда белые меняются cd4 и грозят выиграть шашку после хода ed4 поэтому приходится играть gh4 играем gf4 ну и вот этот вот мешок видите на правом фланге черных то есть обратите внимание у черных на правом фланге шесть шашек на левом всего одна вот за счет этого белые побеждают то есть допустим на ход d7 играем cb2 допустим ef6 bc3 ну как тут я не знаю после fe5 просто разменялись вперед потом нападем cd4 следующим ходом и задавим черных если же черные после bc3 играют ab6 как то еще сопротивляются тогда играем cd4 ну и видите следующим ходом мы грозим сыграть gf2 и черным некуда будет ходить черные допустим еще жертвуют шашку как то пытаются прорваться в дамке ну тут скромная d5 и черным остается только сдаться еще на cd4 можно еще до кучи вот таким образом разменяться и все тут шансов нет у черных разобрали ход hg5 он проигрывает fe5 также проигрывает напрашивающийся ход смотрите что делают белые тоже полезно запомнить вариант играем f4 ну и видите если черные будут играть ab6 на самозажим тогда мы играем cd2 и на ход d e5 единственный ход уже других нету потому что видите на d e7 или b7 последует подрыв пункта d6 поэтому остается только меняться d e5 тогда бьем b на d6 черные бьют и играем g h2 ну здесь после всех разменов белые легко побеждают если же черные не играют ab6 допустим игра d e5 здесь проходит прием так называемый удар по затылку также очень полезно запомнить его очень часто встречается в практической игре бьем именно b на d6 черные бьют на g3 и затем строим кулак на своем левом фланге то есть черные когда бьют мы проводим небольшой ударчик играем ab6 и выигрываем шашечку с выигрышем то есть разобрали ход f e5 уже проигрывает единственный ход здесь за черных после d e3 это f g5 теперь уже белым надо быть аккуратными hg3 проигрывает из-за несложного удара играют черные cb6 жертвуют две шашки затем игра hg4 белые бьют еще одну шашку и в это время черные прорываются на преддамочное поле белые еще сопротивляются f6 ну и тут самый простой выигрыш за черных такой играем ab6 то есть на d e7 просто разменяемся потом поставим дамку ну и здесь легкий выигрыш у черных если же белые играют допустим gf2 тогда жертвуем шашку ходом bc5 ставим дамку то есть отъедим затем шашку f6 за черных и черные здесь легко выигрывают так что в этой позиции hg3 играть нельзя надо играть аккуратно gf2 теперь уже черным снова надо быть аккуратными gf4 размен проигрывает то есть белые играют cd2 точный ход ну и как бы черные не играли d e7 либо a b6 тут без разницы следующим ходом нападаем fg3 и черным некуда ходить приходится жертвовать шашку f4 ну и белые легко побеждают так что размен gf4 уже проигрывает здесь аккуратно черным надо сыграть gh4 и белые играют cd2 точный ход теперь смотрите на ход hg5 белые играют hg3 и у черных и у черных единственный ход размен gf4 бьем на g5 ну и после размена играем d e3 и снова возникает еще одна известная позиция в теории миттельшпиля то есть середина игры здесь черным надо играть уже аккуратно то есть здесь уже наоборот надо сыграть f e5 а вот fg5 здесь проигрывает то есть белые красиво жертвуют шашку а b6 и нападают скромно ну как бы черные не играли они здесь проигрывают можете убедиться в этом самостоятельно уже так после f e5 белые не меняются cd4 напрашивающийся ход но он ничего не дает играем именно ef4 теперь смотрите на cd4 мы меняемся таким образом fg5 бой бой и здесь черным снова надо играть аккуратно e d4 напрашивающийся ход проигрывает то есть мы играем g6 с угрозой пройти в дамки поэтому черные должны играть d7 то есть на hg7 они уже видите могут пожертвовать шашку допустим и разменяться и побить на поле h2 поэтому белые здесь не торопятся в дамки они играют допустим cd2 с угрозой выиграть шашку d4 черным приходится заходить в любки лучшего нет белые отходят ну и здесь если черные играют cb2 мы наносим удар пяткой играем bc5 и видите бьем назад остаемся с лишней шашкой и легко побеждаем если же черные жертвуют шашку в эту сторону допустим еще сопротивляются играют ab6 здесь самый простой выигрыш такой играем g4 то есть видите на нападение мы уже пойдем в дамки а если черные играют ef6 ну здесь можно как угодно выиграть допустим пожертвовали шашку и пошли в дамки ну тут неважно de5 или dc5 сыграют черные ставим дамку на h8 ну и после того как черные отходят ef4 меняемся видите рано или поздно черные сыграют hg3 когда мы меняемся ну легко выигрываем тут проблем у белых с реализацией преимущества нет так что в этой позиции после cd4 на размен правильно играть d e7 а не e d4 теперь белые меняются назад bc5 и возникает тоже известная позиция ab6 gh4 bc5 fg3 точный ход то есть и gh4 и fg3 в свое время предложил чемпион ссср василий соков в чем идея этого хода белые построили комбинационные угрозы то есть на напрашивающийся ход cd6 белые проводят комбинацию все они играют gf6 приходится бить на поле g7 тогда белые играют cd4 вот еще одну шашку затем gf4 и бьют на поле h8 черные вроде бы ловят дамку белых но после хода cd2 выясняется что черным некуда ходить то есть рано или поздно шашка черный гибнет остается только сдаться так что cd6 играть нельзя здесь еще есть ничья надо сыграть именно cb6 теперь белые проводят снова вот такой небольшой ударчик играют cd4 в чем идея снова видите играть на e3 бить нельзя черные играют gf6 приходится бить на g7 и снова это комбинация играем gf4 и легко выигрываем поэтому после cd4 черным приходится бить только на c3 тогда разминиваемся на поле f6 ну и после хода cd4 скромно идем дамки fg7 возникла критическая позиция у черных еще есть ничья но она очень сложная здесь есть три хода d e3 проигрывает bc5 проигрывает а к ничей ведет лишь cb2 далеко не очевидный ход ну давайте рассмотрим сперва как выиграют белые при различных вариантах на ход d e3 самое простое ставим дамку приходится отходить черным ну и после размена вот видите эта шашка держит шашка e3 держит шашку g5 а дамка надежно обрезала шашки b6 и b8 от похода в дамки с выигрышем так если черные в этой позиции играют bc5 тогда ставим дамку на h8 ну и после хода bc7 подтягиваем шашку g3 ближе играем gf4 черные допустим играют cb6 cd6 ну допустим играем g7 ну и на ход cb4 играем g8 ждем что будут делать черные ну и у черных тут есть два варианта либо они получают так называемую проводку c1 то есть играют d e5 затем жертвуют еще одну шашку надо играть b3 видите сразу же в дамки нельзя идти из-за удара по затылку так называемого то есть черные допустим играют b3 ну и белые ну и белые проводят видите вторую дамку возникает известное окончание проводка шашки c1 то есть белые проводят шашку c1 дамки затем строят боевую позицию и легко побеждают кто не знает как проводить шашку c1 подсказку оставлю в верхнем правом углу так это первый вариант наиболее тяжелый для реализации белыми для мастеров в принципе тут ничего сложного ну и второй вариант если черные допустим играют d3 тогда уже бьем на поле d2 небольшой ударчик то есть отдаем шашку ловим дамку черных и легко побеждаем но где же все таки была ничья за черных ничья такая здесь в этой позиции правильно сыграть cb2 и затем играть d3 белые ставят дамку на h8 то есть видите сразу же ломиться в дамке нельзя черным так как белые пожертвуют шашку и легко выигрывают поэтому черным приходится играть bc5 белые играют допустим на поле c3 здесь проигрывает жертва шашки ну допустим даже на g7 побили и черные если проводят дамку то белые успевают провести шашку f4 в дамке и затем эта позиция выигрывается белыми это очень сложное окончание как-нибудь запишу как тут выигрывать в принципе я сам тут еще не эксперт ладно потренируюсь и запишу обещаю то есть здесь у белых как минимум очень большие шансы на выигрыш но все таки к ничьей ввело вот такое продолжение bc7 точный код то есть в чем идея если белые допустим зайдут в любки уже здесь черные успевают достичь ничьей то есть такая идея они отдают две шашки затем ставят дамку белым приходится отходить и успевают занять большую дорогу с ничьей если же белые здесь допустим играют на e1 тогда черные играют cd4 и белым здесь не победить то есть грозит код ef2 а если белая игра допустим gh4 тогда черная игра cb6 ну и на ход hg5 игра ba5 то есть видите стоит угроза dc3 поэтому черные здесь достигают ничьей друзья если вам понравилось данное видео сегодняшние ловушки интересные обязательно ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо непонятно свечу на все вопросы до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках до сих пор до сих пор подождемся приток до сих пор